Дальше пример чисто арифметических вычислений Синус, косинус, угла и так далее Редко бывает нужно, но все-таки, когда бывает нужно, вычислить его достаточно сложно Все помните, в геометрии мы достаточно большую формулу писали для вычисления синуса Здесь это все делается просто Опять же, одна из немногих функций, которые пишутся на английском языке Син указываете, что это у нас ячейка левее на основном Нажимаете Enter Синус нуля, как это ни странно, равен нулю Вот таким вот образом мы получили синус этих углов Поверьте мне, считает он точно Помните такой термин из геометрии? Синусоида Ну, что такое синусоида? Кто помнит, как она выглядит? Ну, вот так вот Постоянно она, да, она в виде змейки Пляшет от единицы до минус единицы Давайте ее построим Но для этого нам нужно немножко точнее вычислять синусы наших углов Поэтому Что-то здесь гиперссылка какая-то Давайте рядом построим просто Угол График Не график, а табличку Синус Можете потом ее красиво оформить И нам нужна простая прогрессия От единицы до 90 То есть берете и тянете до 90 Ну, можете больше протянуть Там ошибки не будет Давайте я до 100 протяну Ну, а рядом уже знакомая нам формула Может даже отсюда ее взять Потому что у нас тут никаких фиксаций не использовалось Синусоида От нуля же нужно было И тоже можете протянуть его до 100 А теперь построим график Из этой таблицы Ну, если бы точнее, это не таблица у нас Это у нас массив данных График в Excel выстраивается Достаточно простым способом Вставка И вот здесь есть такая вещь, как график Тут их много Нас интересуют сейчас именно графики Для того, чтобы построить график Для того, чтобы он сразу понял По каким данным его строить Вы должны встать вот в этот массив данных То есть просто курсор мышки поставим на него На одну единственную ячейку Щелкнем по графику Выбираем любой, который нам нравится По внешнему виду И видите, у нас он автоматически построил Две шкалы Первая это наша синусоида Вот она внизу А вторая это линия Он же не знает, по каким именно Нужен ему график Выстраивать шкалам Угол нам не нужен Угол мы можем Из графика удалить Для этого мы мышкой Его выделяем Видите, он как бы выделился Кучей точек Нажимаем клавишу Delete У нас остается только синусоида Он не такой корявый, как там рисовали в школе Хотя у нас достаточно точно по углам Конечно, чтобы он был вообще совсем красивым Можно было бы взять, допустим, градусов 20 Но поставить их там по десятичным значениям То есть там угол не просто 0 А 0.1, 0.2, 0.3 И так до 20 градусов У нас был красивейший график Давайте я вот Для примера так его и нарисую А вы пока Просто посмотрите Что можно из этого сделать Можете нарисовать Вот он, красивые синусоида Которые нам рисовали в школе Можно сделать еще более красивее Если сделать 0.01 Она еще будет более красивой Но мы этого уже не увидим Продолжение следует...